Всем привет! С вами Александр Иванов и это проект Химия Просто. И сегодня мы с вами поговорим про мышьяк. По-хорошему надо сказать, что не надо повторять дома показанные опыты, так как все соединения мышьяка относятся к сильнодействующим отравляющим веществам. Да-да, я знаю, что многие из вас любят похимичить дома. Но именно поэтому об этом можно умолчать, так как распространение и использование сдяв жестко регламентируется государством. В обычной жизни вы вряд ли встретитесь с мышьяком и его соединениями. В кодексах 14 века за отравление человека предусматривалась особо страшная смертная казнь. Для мужчин это колесование, а для женщин утопление с предварительным истязанием. В России закон, запрещающий отпускать частным лицам мышьяк, был издан еще в царствовании Анны Иоанновны в 1733 году. Закон был чрезвычайно строг и предрекал смертную казнь за его нарушение. В европейских странах с мышьяком сейчас тоже очень строго. Так что, дорогие друзья, вам остается только откинуться в кресле и наслаждаться опытами, которые сейчас мы вам покажем. Мышьяк это 33-й элемент таблицы Менделеева. В разное время его соединения применялись как яд и как целебное средство. Мышьяк известен человечеству так давно, что точную дату открытия его никто не знает. Однако считается, что только в 1789 году Антуан Лауран Лавуазье признал мышьяк самостоятельным химическим элементом. Чаще всего, когда говорят, что кого-то отравили мышьяком, думают про чистый металлический мышьяк. Но это не так. На самом деле подотравление мышьяком имеют в виду отравление оксидом мышьяка. Вот так выглядит металлический мышьяк. В таком самородном виде в природе мышьяк практически не встречается. Вот так выглядит один из минералов мышьяка. Желтое это минерал аури-пигмент, красное это реальгар. Оба минерала состоят из сульфидов мышьяка. Они отличаются кристаллической структурой. Вот так выглядит чистый аури-пигмент. Этот минерал называется герцдорфит. Это сульфоарсениц никеля. Следующий минерал арсеноперид. Его также называют мышьяковый колчадан. Или мышьяковисто-сернистое железо. Это главный промышленный минерал мышьяка. Вот этот минерал достаточно редкий и называется кобальтин. И привезен он из Австралии. Ну и последний из минералов мышьяка, который мы вам покажем, это эритрин. Он редкий и практического применения не имеет. Однако он является индикатором того, что где-то рядом находятся кобальтовые руды или самородное серебро. А теперь давайте получим чистый мышьяк. Возьмем стеклянную трубку, запаянную с одного конца, и поместим в нее смесь оксиды мышьяка и углерода. А затем нагреем смесь в трубке. В результате образуется чистый мышьяк. Если приглядеться, то на трубке образовалась зеркальная поверхность из мышьяка. Такой метод определения, что человека отравили мышьяком, криминалисты изобрели достаточно давно. Применяют его, когда в желудке отравленного находят фарфоровидные крупинки. Данную реакцию можно проделать и в пробирке побольше. Результат будет тот же. Реакция записывается вот так. Также мышьяк можно получить с восстановлением соединений трехвалентного мышьяка с двухвалентным оловом. Реакция записывается вот так. Кстати, симптомами того, что вас травят мышьяком, являются металлический вкус во рту, рвота, сильные боли в животе. Затем наступают судороги, паралич и все. Конец. Наиболее доступным противоядием является молоко, а точнее его главный белок – казеин. Он образует с мышьяком нерастворимое соединение, которое не всасывается в кровь. Однако, каким бы опасным ни был мышьяк, он есть во всех растительных и животных организмах. Предполагается, что микродозы мышьяка увеличивают устойчивость организма к действию вредных микробов. Следующий способ получения мышьяка – это взаимодействие хлориды мышьяка и гипофосфита натрия. Пробирку нагреваем для ускорения реакции. Если попытаться расплавить мышьяк, то ничего не получится. Вместо того, чтобы расплавиться, он сублимирует, то есть из твердого состояния сразу переходит в газообразное. Точно так же себя ведет йод, видео о котором вы можете посмотреть вот здесь. На воздухе мышьяк хорошо горит. Это вы можете прекрасно видеть. В результате горения образуется дым, который состоит из оксида мышьяка. Теперь проведем опыт с самим оксидом мышьяка. Поместим его в пробирку, растворим в соляной кислоте, а затем добавим иодит калия. В результате образуется иодит мышьяка. До начала 20 века его применяли для лечения кожных болезней. И раз уж мы затронули историю, то нельзя не упомянуть про зелень шейле. В 1775 году шведский химик Карл Вильгельм Шейле изобрел яркую стойкую зеленую краску. Чтобы ее получить, смешаем метаарсенит калия и медный купорос. Гидроарсенит меди использовался в качестве пигмента в масляных красках. Стоила эта зеленка недорого и произвела революцию в красительном деле, потому что пигмент со временем не выцветал. Вскоре новая зеленая краска вытеснила из текстильной и бумажной промышленности всех конкурентов. Между тем, люди охотно покупали яркие зеленые ткани и модные обои в восточном стиле, окружая себя по неведению с таким количеством мышьяка, что ни одна мышь не выжила бы. Арсенит меди, основа зеленого пигмента шейле, разлагаясь, выделял мышьяк. Врачи, приглашенные к больным, выслушивали поток однообразных жалоб и как могли боролись с симптомами, не подозревая хронического отравления мышьяком. Также основной современной версией того, от чего умер Наполеон, является тот факт, что обои комнаты, в которой жил Наполеон в своей ссылке, были как раз покрашены зеленью шейле. А теперь получим другое зеленое соединение мышьяка – парижскую зелень. К раствору медного купороса добавим уксуса, а затем метаарсенит калия. Парижская зелень также применялась в качестве пигмента для зеленых красок. Парижская зелень является одним из самых токсичных мышьяк-содержащих препаратов против мышей, крыс и насекомых. Теперь давайте проведем качественную реакцию на ионы мышьяка. Для этого к раствору, содержащему арсенат натрия, добавим нитрат серебра. В результате образуется коричневый осадок орта-арсената серебра. Для второй качественной реакции возьмем арсенит калия и добавим нитрат серебра. В результате образуется арсенит серебра желтого цвета. Сейчас вы можете наглядно видеть отличия арсената и арсенита серебра. Так как соединения мышьяка являются сильно действующими отравляющими веществами, то нельзя не упомянуть про их использование в военных целях. Самым ядовитым газообразным соединением мышьяка является арсин, арсеникум H3. Достаточно полчаса дышать воздухом, в котором содержится 5,00 грамма на литр арсина, и через несколько дней встреча с создателем вам обеспечена. Концентрация арсина в 0,005 грамм на литр убивает мгновенно, поэтому повторять следующий эксперимент мы вам не советуем, особенно дома. Активированный уголь плохо сорбирует арсин, поэтому обычный противогаз вас не спасет. Соберем вот такую установку по получению водорода. В колбе бунзена находятся металлические гранулы цинка, а в делительной воронке смесь соляной кислоты и медного купороса. Когда раствор переливаем в колбу, то происходит реакция соляной кислоты и цинка с образованием атомарного водорода, который потом собирается в молекулы водорода. Сульфат меди добавлен для активации цинка. По центру у нас есть трубка специальной формы. Нагреем ее и увидим, что ничего не происходит. Мы просто нагреваем водород, проходящий через трубку. В конце трубки находится стеклянный носик, откуда выходит водород. Подожжем его. Как мы видим, наш водород горит. Пламя желтое, так как его окрашивают ионы натрия, входящие в состав стекла. А теперь в делительную воронку добавим арсинит калия. Теперь, когда мы приливаем раствор к цинку, то с образующимся атомарным водородом сразу же взаимодействует арсинит калия с образованием арсина, боевого отравляющего вещества. Образующийся водород наиболее химически активен в момент образования. В атомарном виде. Если же пробулькивать молекулярный водород через раствор арсинита калия, то реакция не пойдет. Арсин термически неустойчив. Поэтому давайте снова нагреем нашу трубку. В результате арсин разлагается на мышьяк и водород. Об этом свидетельствует металлический налет мышьяка на стенках трубки. Теперь давайте снова подожжем выделяющийся на выходе из трубки газ. Как мы видим, он имеет фиолетовый синий цвет. Это горит арсин с образованием оксида мышьяка. Белый дым – это и есть оксид мышьяка. При всей своей опасности арсин имеет достаточно широкое применение. От легирования полупроводниковых материалов мышьяком до получения мышьяка высокой частоты. Арсинит галлия является важным полупроводником. Третьим по масштабам использования в промышленности после Кремния и Германии. Ну и конечно же, арсин применяли американцы во Вьетнаме. Проведем еще одну качественную реакцию. Поднесем бумажку, смоченную в нейтрате серебра, к трубке, откуда выделяется арсин. Как вы видите, она окрашивается в серый цвет. Данную реакцию можно записать либо так, либо вот так. А теперь давайте посмотрим, как горит мышьяк в атмосфере хлора. Для этого соберем вот такую установку по получению хлора. В делительной воронке находится соляная кислота, а в колбе Бунзена пермагонат калия. В результате их реакции выделяется хлор. Затем заполним хлором коническую колбу. Нагреем порошкообразный мышьяк и бросим в колбу с хлором. Как вы видите, мышьяк горит в атмосфере хлора. В результате образуется хлорит мышьяка. Если к вам случайно в руки попадет мышьяк или его соединение, то постарайтесь не химичить с ним в избежание несчастных случаев, а также помойте руки после него. А на этом все. Подписывайся, ставь палец вверх, не забывай поддерживать проект и обязательно рассказывай друзьям. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok